Рецепт сибаса Рецепт сибаса Опа, сибаса, ребята Три сибаса я заказал Здесь у меня грибочки Шампиньончики Зелень Тимьян Оливковое масло Молодая картошечка Мы ее сделаем на гарнир Лучок, пару луковиц я возьму сразу Я еще заказывал лимоны Да, это именно они Вот два лимончика И чесночок Таким образом, с помощью смартфона У вас магазин фактически в вашем кармашке Привозят хорошо, качественно запакованы Видно, да, что они заморачиваются Вот на эту тему Сибас завакуумирован Кстати, можно выбрать почищенную рыбку Это будет, конечно, подороже чуть-чуть Но, тем не менее, заморачиваться не надо Я вот сэкономил, взял с этим самым Короче, с чешуей Сами почистим, ничего страшного Заодно покажу вам, как это делать Вот, ребята, Family Friends Ссылка на установку приложений для Android и для iOS в описании И также ссылка на их сайт будет Тоже там же, через сайт Также можно заказать все, что вам необходимо Ну, а мы погнали Начнем, наверное Да нет пока Сибаса оставим в сторонке А мы подготовим овощи сначала Я помыл шампиньончики Возьму где-то граммов 200 Компенсировал Так, ребята, и порежем просто их на слайсе Потому что шампиньон у нас будет внутри Сибаса Какое смешное название у этой рыбы, боже мой Короче, шампинки просто нарежу на слайсики Вот такие На, блин, слайсики Как назвать слайсики по-русски? Напишите в комментариях Что мне это в голову влезло, все эти слайсики Одну луковицу я тоже порежу на кубики Я не буду очень сильно мельчить То есть я сделаю такие очень средние кубики Добавлю чесночка, два зубчика У меня молодой чеснок Он такой достаточно крупный В принципе, если используете уже сухой Блин, лук Хороший лук, кстати, family friend Что такое? Прям ядреный какой Так, ладно, у нас все естественно У нас передача такая, понимаете Ну, трушная, настоящая Все по правде Мы не какой-нибудь телевизор, да Мы показываем, вот на самом деле Так и происходит Вы нарезали лук и вы плачете Я сейчас, если что, чесночок так немножко нарубил Нельзя вдыхать, нельзя глаза протирать Все эти советы не работают Кастрюльку на огонь, сковородочку Хорошо Ух, бодренько Разогреваем оливковое маслице Сначала закидываем лучок Обжарим пару минут Когда пару минут пожарили лучок Добавляем чеснок И грибочки Все вместе пожарим Где-то 4-5 минут Теперь мы наковыряем листиков тимьяна Прямо туда, прямо вот В самое жерло Нашего блюда Прямо вот так вот снимайте Бальцами Все, еще минутку поперемешиваем И у нас все будет готово На этом этапе посолим И поперчим Все, начинку пока в сторону Пускай ждет своего часа Мы до сих пор не перешли к разделке Сибаса, ребят Все правильно Потому что у нас будет гарнир Это молодая картошка запеченная Запекать лучше реально молодую картошку Она самая вкусная И в принципе для небольших плодов Вот тип Хотя у меня, наверное, крупноватые даже Они для запекания В общем, я попробую запечь их вот так вот Без предварительного отваривания Если вы берете большие картошины То чуть-чуть, немножечко отварите в воде Тогда у вас точно она гарантированно пропечется Но я думаю Мои картошки тоже пропекутся Некоторые глазки я бы убрал все-таки Потому что В глазках, как вы понимаете Такая штука, там копится Копится земля Хотя она чистая, эта картошка Хоть как я считаю В каждой пылинке Своя витаминка, конечно Но Лучше глазочки Такие глубокие какие-то Их просто убрать Потому что Ну неожиданно вдруг у вас земля Похрустит на зубах Это не очень приятно Так, ребята Картошку Сразу солим Прямо вот в миске Я буду добавлять Молотую паприку Она придаст хороший цвет Я добавлю либо сушеного чеснока Либо просто через чеснокодавку Я, наверное, сушеного добавлю Потому что так мне в данном случае проще И он легче распределится по картошке Естественно, у меня куча тимьяна Я сюда накидаю просто-таки вот веток тимьяна Достаточно крупноформатно Их с картошки будет легко снять Поэтому даже если стебелек попадется Ничего страшного Картошку хорошенько обливаем Оливковым маслом И просто перемешаем Вот так вот, видите? Она вся обвалялась Я в какую-то форму для запекания Переваливаю картошку Остатки тимьяна раскидываю Ничего не надо поливать Как вы понимаете, картошка она в масле И все в таком виде отправим запекать Отправляем в духовку И забываем Картошка будет запекаться при 200 градусах Где-то 30-35 минут Должно хватить, по идее Как раз за это время мы успеем подготовить рыбку Рыба готовится минут 15 Поэтому мы, соответственно, можем вместе с картошкой Запихнуть туда и рыбу, и блюдо будет готово одновременно Что, как вам Себасик, смотрите? Жаброчки вроде ничего такие, да? Свеженькие Ну, начнем потихоньку разделывать его Сначала избавимся от плавников Это делается с помощью кулинарных ножниц Счистим чешую Вот удобнее всего Либо перчатками, либо какой-то салфеткой Вот так вот рыбеху схватить И тыльной стороной ножа Либо острой, не имеет значения Вот так вот просто Счищаем Все, мы все счистили Теперь под проточной водой я промою Теперь вспорим брюхо И достанем внутренности Я достану жабры Они абсолютно ни к чему в этой рыбе И еще раз пойду ее промою под проточной водой Далее мы рыбку, когда почистили Теперь ее надо начинить Естественно, да? Начинять мы будем ее Грибами, как вы помните Я беру какую-то круглую форму Сейчас я для нее вырежу Пергаминка Вырезать пергамин кружочком Это самое простое, что есть И на самом деле Очень интересное занятие О, оп Раз и все Не рассчитал, ладно Короче, выкладываем рыбку Берем нашу вот эту вот вкусняшку грибную И будем закладывать внутрь рыбы Я не буду ничего зашивать Вот рыба, как она есть Так она у меня и останется Рыбу сверху я, естественно, солю Как и любую рыбу Оп С другой стороны точно так же И обильно смазываю его Оливковым маслом Вот так вот С двух сторон Мы закинули картошки Учитывая, что картошки нам осталось готовиться Где-то там 15-20 минут И рыбе надо готовиться минут 15 Температуру я при этом Немножко уменьшил до 180 градусов Ну, чтобы рыба сильно не высохла И все ждем У нас одновременно будет готов Полноценный ужин Та-дам! У нас все готово И рыбка запеклась А-а-а-а И картошечка вполне вероятно Тоже запеклась Вот она красотка Ну что, ловко? Достаточно быстро И просто мы сделали целый ужин Я взял свое главное оружие Это вилка, ребята! Самое главное в моих роликах Это что? Это в конце Когда я пробую И что-то говорю Скажу честно Рыбу я вообще не очень люблю Вот вообще Вот белую рыбу Красную Семушку запеченную Там с сырочком И майонезом И луком Прям вообще отлично Отлично заходит Белая рыба у меня Абсолютно равнодушие Вызывает Поэтому у меня Изначально Все рыбные блюда Это четверочки Ну, это максимум Так что посмотрим Дотянет ли эта рыба до четверки Давайте посмотрим картошку О-о-о Картошечка-то Хорошо пропеклась, ребят Все нормально Хватает времени Ну и рыбка Какие могут быть вопросы к рыбе Которая простояла Ну, у меня где-то минут 17 Она простояла Она не пересушилась Она очень мягкая Прям супер Ну и грибочки Ну, в общем, пробуем Я начну с рыбки Слушай, кстати, сибас Мясистая рыба Вот Мы тут обсуждали Дима мне говорит Типа В сибасе вообще, наверное, рыбы нет Ну, мяса в смысле Рыбьего мяса Нет Сибас достаточно Мясистая рыбка Слушайте, ну вкусно Мне еще нравится В этом сибасе То, что Кости большие Я в рыбе слабо разбираюсь Ребят, вообще практически не разбираюсь Для меня есть Бычки, которые я ловил в детстве И караси Я еще знаю Карпа, которого можно в магазине купить Или на платнике выловить И все И лососевые рыбы Ну, и осетровые, ладно Остальные для меня Вот это сибас, хариус Там все на одно лицо Все эти белые рыбы Такой офиговый кулинар Не, ну что Рыба, кстати Просолилась Хорошо Можно еще сверху Лимончиком Вот так вот Тик-тик-тик Немножечко Будет вообще здорово Так, я сейчас Картошечки бахну Не, без кожуры Это просто Картошка пресная Со специями У нас кожура Да, поэтому Надо пробовать С кожурой Ну, картошка Это вот вообще Это пять с плюсом Рыба все-таки четыре То есть, вот мой максимальный балл За рыбу в принципе Вот этот сибас достоин Вот, ну и начиночка Тоже в качестве второго гарнира Грибы Давайте тоже попробуем С тимьянчиком Слушай, ну вот это Сейчас еще и рыбкой И рыбкой вот так Блин Пожалуй, первая рыба Которая у меня Выбивается из четверочки Вот если вместе Вот так вот еще С грибочками С тимьяном Вот так вот вместе Если это есть Да, это прям четыре с плюсом Слушай, очень годно Очень годно Короче, любителям рыбы Этот рецепт понравится На все сто процентов От рыбы до начинки И картошки Естественно тоже Что у нее может быть плохого Для нелюбителей рыбы Это самый, наверное Такой рецепт С которого можно Начать любить белую рыбу Слушай, у меня сейчас реально Дим, слышишь Прям вот поменялось Какое-то отношение к этой рыбюхе Вот ты, кстати, тоже не любишь рыбу Иди попробуй Вот у меня вторая чистая вилка Грибочки Вместе с рыбой, да На, пробуй давай Говори свою имху А? Ну че, че, че Кусто Только громче скажи Кусто, кусто Четенько, да Прям вообще нормально Короче, все Четыре с плюсом Реально ставлю Первая рыба Которая вышла за четверку В моем рейтинге Ребята, все На сегодня рецептик заканчивается Пользуйтесь на здоровье Не забывайте про спонсора Сегодняшнего выпуска Family Friend Вот такие пакеты Они уже у нас пустые Ну, в общем, вот логотипчик Запоминайте Ставьте приложение Пользуйтесь сайтом И будут вам привозить Свежие, хорошие продукты К свежести продуктов Вообще ноль претензий Всего вам вкусного До свидания А ты говорил Мало мяса Смотри, сколько мяса В этом себе Батя Прям вообще Смотри, сколько мяса